Дорогие друзья, что подать к столу на Новый год? Вот наш текущий главный вопрос. Этим вопросом озадачиваются прям огромное количество людей. Вариаций много в интернете, чего только нету. Я же предлагаю вам сделать баранье седло. Баранье седло делается довольно просто. Ну как просто, конечно, нужно ему какое-то время уделить. Но при всем этом результат выше всяческих похвал. Выше всяческих похвал. Седло барашка. Это поясничная часть. Выглядит просто потрясающе. Видите? Это как раз там, где вот тут, да? Вот тут, значит, кусочек тазобедренной кости. Вот тут зацепили. Как-то узбеки знают, где рубить нужно. А это вот отсюда начинается ребро. Здесь первое ребро. Вот это поясничная часть. И это единственное место, где есть вырезка у барана. Вот она, видите? Маленькая нежная вырезка вдоль позвоночника. Вот сюда вот идет. В общем, баран совершенно свежий. Совершенно. Прям удивительной свежести баран. Единственное, меня смущает то, что вот у него спина здесь немножко пыльная. Я ее сейчас ополосну. Но важный элемент. Я его сейчас ополосну и продолжим. Просто тут его по пням валяли. Немножко может быть стружка. Если его слегка помыть, потому что вот этой частью, как правило, на пнях рубят. Тут может быть опилочки и так далее. Это нужно обязательно помыть, протереть. И немножко, знаете, что сделать? Даже немножко поскоблить. Обрезать внешнюю пленку ни в коем случае нельзя. Но это на мой взгляд. Потому что она как раз и будет нам давать нужный нам эффект. Все. Чистота и порядок. Значит, вот эти вот тазобедренные косточки желательно вырезать. Но они у нас выражатся чуть позже. Объясню почему. Здесь у нас какая-то кровь. Это все ерунда. Баранин нужно брать у проверенного поставщика. Это вы знаете прекрасно. Вы знаете, что жир должен быть желательно белый. У разных пород там бывает и желтый жир и так далее. Кто-то это складывает, стягивает к тому, что это, мол, старый баран, еще что-нибудь. Тут масса вариаций может быть. И породы, и кормежка, где он рос, как он холодный, было жарко ему и так далее. Вот этот жир, который руками убирается, его можно убрать. Который руками не убираются, вы его оставляйте. Пусть он будет там внутри. Он расплавится и сделает наше мясо сочнее. Теперь то, чего не делают многие люди в России. Мы привыкли все, как правило, есть его нарубленным вот такими кусками. И обжаренным на мангале. Кто был в Европе, знает, что в магазинах везде лежат свернутые вот такие вот рулеты. Сверху они белые, потому что покрыты жиром. А внутри мясо там, специи. Вот как раз я и хочу, чтобы вот эта часть у нас и была корочкой. Та, которая защищает мясо от высыхания, сама вытапливается. И вот эта вот пленка, которая над жиром, она становится хрустящей. В общем, смотрите. Убираем кость с мяса, мясо с кости. Снимаем, обваливаем. Маленьким ножичком, большим, кто каким привык, тот смотрите сами. Главное, пальцы не подставляйте и следите за тем, чтобы ничего лишнего не оставалось на косточках. Значит, вот пальцами вы прощупываете, где кончается кость. Все, если пленочки здесь вам мешают, можно вот таким образом их раз пройтись. Будь здоров. И заходим внутрь. Нож, видите, прям вот эти отростки позвоночные. Прямо под ними проводим ножом. И что мы имеем? Да, мы имеем вот эти отростки. Вот позвоночник. И там у нас еще часть хребта будет. То же самое делаем с этой стороны. В общем, нужно как можно эффективнее снять мясо с хребта. Самое главное, вырезку не оторвите. На поясничной части нету ребер. И поэтому здесь, знаете, такое усиление идет. Как-то вот природа придумала. Поэтому называется седло. Как бы, вот куда можно было бы барану одеть седло, если бы мы захотели на нем поехать. Вот как раз на ту середину спины, где у нас еще есть ребра и уже нет ребер. В общем, здесь такие сухожилия. Вот, например, у лошади. У нее здесь такие сухожилия, их вообще не там не разварить. Я с кониной работал, да, в Казахстане. Консультировал один рест. Потом был несколько раз в Казани. Там работал с кониной. Честно признаться, я небольшой фанат конины и работы с кониной, потому что я жил в деревне и держал лошадей. Вы знаете, лошади какие вообще удивительные существа. Поэтому я... Ну, повар, конечно, я повар. Ну, а что делать, да, надо иногда готовить то, что не очень нравится. Но вот конина, короче, это меньше всего мне это нравится. Меньше всего нравится есть, меньше всего нравится готовить конину. Про собак ел. Собак. Ну, ты про корейскую кухню имеешь в виду? Угу. Да. В Казахстане я прям в одном корейском ресторане, там же прям, как бы это правильно сказать, какой-то корейский бум. Корейские рестораны есть везде, повсюду. Видимо, то ли родственники, то ли какие-то ассимиляции происходили, то ли ссылали туда в Казахстан корейцев. В общем, мы тут с моим товарищем с одним в командировке были. Я говорю, слушай, давай поедим в корейском ресторане. Ты поди сто лет, ну, вообще в обед никогда, может, вообще никогда не ел. Он говорит, я не был в корейском ресторане. Я говорю, слушай, пошли. Спросили у местных казахов, где, значит, есть классный корейский ресторан. Нам показали. Довезли, высадили, сказали, вот тут классный корейский ресторан. Первое, что я спросил, а есть ли у вас блюдо из собаки? Ну, все же знают, что корейская кухня этим отличается. На что они сказали, ну, вы знаете, нужно для того, чтобы и поесть собаку, нужно знать знакомых, знакомых, знакомых друзей, братьев и сестер, которые знают ресторан, в котором для чужаков делают такие штуки. Ну, в общем, конечно, даст возможность мне, я обязательно попробую. Но, несмотря на то, что у меня собаки, и я их обожаю, и только готовить. Надо сказать, слава богу, эти слова сейчас Дуся с Алисой не слышат. Слава богу, Слава богу, Дуся с Алисой этих слов не слышат. Они в Петербурге готовятся к Новому году, потому что я хочу... Скормил тещи? Конечно, с ума сошел, теща, ты что, как узнает, не дай бог, что кто-то обидел маленьких барсучат. Сразу всех построит. Да нет, ну что, мы же любим наших. Йорки – это такие существа, которые дарят массу положительных эмоций. Поэтому их нельзя пить, их нельзя ругать. В нашей семье они могут себе позволить все, что угодно. Мне даже порой кажется больше, чем я. В общем, смотрите, что я сделал. Я снял с позвоночника мясо. Потратил на это время, но я вас уверяю, это того стоит. Ты снял его за 8 минут. Ядрит, мадрит, 8 минут. Я потому что болтал много и мало работал. Вот смотрите, получается почти, почти что чистый хребет. Но тут чуть-чуть мяска осталось. Конечно, можно и межреберное пространство вырезать. Сами понимаете, тут наковырять. Но лучше всего отправить это все в бульон. Где-то вот тут. Раз. Я к тому, что придешь в регионах, на рынках, их там рубят, рубят, лупят, лупят. Крошки полно. Вот это можно все делать ножом. Видите, это все прекрасно обрезается. Нужно просто посмотреть, где это вот тут. Видите, даже с первого раза можно это брать и делать. Дома не тупите топор, не ломайте стулья, столы, доски. Не портите ножи, просто режьте это все. Надо ломать и рубить. Так, вот это я откладываю на бульон. Что мы имеем? Мы имеем прекрасное вот такое вот мясо. Так, косточки-то забедренные у меня с этой стороны. Нужно все прощупать, чтобы у вас ваш мясник, который вам обрубает, рубит баранину, не накрошил. Чтобы не накрошил. Бывает, знаете, потом неудобно. Не дай бог на пломбу попадет, косточка маленькая. Ааа, больно как. Это, кстати, тоже один из вариантов, по которым я выбираю поставщиков на рынке, да, продавцов. Я долго блуждаю по рынку и смотрю, как они рубят мясо. Если они это делают как попало, я у них не покупаю его. Потому что потом замучаешься оттуда крошку вынимать, костяную. Все, нету ничего. И вторую косточку так же. Так, что мы делаем? Мы делаем так, чтобы у нас с одной стороны был тонкий слой. Вот получается и тут у нас такая брюшина, пашина. И тут брюшина, пашина. Но вот здесь она потоньше. И здесь мясо есть. Вот эти жилки с трудом прожариваются. Они, знаете, как резинка. Поэтому там, где длиннее вот эта вот пашинная часть, брюшина, да, тут часть надо оставить вот так. Вот так, эту вырезку надо срезать и уложить в середину. Нам нужно, чтобы здесь было толще, а здесь было тоньше. Чтобы вот эта часть закрыла ту. Понимаете? Потом нужно отрезать вот такие вот кусочки. Значит, никаких пленок отсюда не снимаем. Все кусочки, которые вам не нравятся, торчат или еще что-нибудь. Куда-нибудь подпихивайте их. Вообще, с ними никаких проблем нет. Тут же рулет. Это все можно без труда. Рыбку прям, как будто из пруда. Значит, вот это седло можно замариновать на ночь. В соленую воду его. Пусть оно просолится, напитается водой, станет таким, знаете, желеобразным. При запекании часть этой воды останется внутри, часть выйдет. Но суть в том, что она будет гораздо сочнее. Я же предпочитаю это делать все из свежей баранины. Не солить, не мариновать. Чтобы потом при отрезании вот вкус, яркий вкус специй перемежался с чистым вкусом баранины. Видите, оно все блестит. Оно было не заморожено. Это я купил прям рано-рано утром. Прям свежак. Свежак. Самый настоящий. У нас идет в начале соль. Потом я сюда добавляю анчоусы. Вы знаете, когда я однажды попробовал, каковы на вкус анчоусы вместе с говядиной, для меня это было такое открытие, что я офигел. У меня есть нормальные итальянские анчоусы. Нашу российскую какашку не покупайте. Значит, лучше потратить какое-то количество анчоусов. Потом, кстати, кто-то был в комментариях, у меня писали, что можно еще сделать с анчоусами. А то я купил банку, использовал немножко в Цезарь. И потом, не понял, куда, что с ними делать. Вот это один из вариантов. Из анчоусов можно делать всякую-всякую разную всячину. Можно, например, добавлять в какое-нибудь пюре из корня сельдерея. Можно добавлять пюре из цветной капусты. Очень хорошо. Потом можно добавлять, сделать анчоусное масло. Это взять сливочное масло, растолочь анчоусы, все это смешать руками, сделать колбаску, нарезать и потом использовать, например, для стейков, для говяжьих. Или использовать еще для чего-либо. На хлеб даже намазывать вкусно. Можете распустить анчоусы в сливочном масле, медленно-медленно нагревая, на огне вместе с чесноком. Потом вместе перемолоть все это и тоже так заморозить. Потом мазать, например, на сладкую булочку бреушь. Получается фантастично. То есть, вы понимаете, на такой объем мяса вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штучек будет достаточно. Они нужны для аромата. И как бы это странно не звучало, анчоус здесь просто великолепно подходит. Ложку чайную и добавляю сюда смесь специй. Про смесь специй рассказываю вот вам. Какую историю. Значит, сыплю богато. Значит, однажды, в этим летом я был на Алтае и нас познакомили с одной целительницей, с Анной. Так вот, мы были у нее в гостях. Я с ней разговаривал, она говорит, ты вот много всего готовишь. В это время мы пили прекрасный травяной чай из алтайских трав, которые она сама собирала. И все это в прикуску с алтайским медом из разнотрави, намазывая при этом сливочное масло на хлеб. Хлеб ржаной, она сама печет его. У нее в печи есть, по-моему. Могу ошибаться. Не помню, где она печет. Но, в общем, хлеб был ею испеченный. Масло, мед алтайский и вперед, и чаем запиваешь. И она говорит, я тебе подарю вот эту смесь. Детали не буду рассказывать, в общих чертах расскажу, что за смесь. Значит, вот она что делает. Берет крапиву, сушит ее и делает основу. Основу смеси специи. Видите, зеленая, это крапива. И потом в эту крапиву она ее перемалывает и в эту крапиву начинает добавлять в зависимости от своего вкуса молотый кориандр, немножко куркумы, чуток паприки. В общем, по своему вкусу она делает смесь специй на основе сушеной крапивы. Она говорит, крапива очень полезная сама по себе. Железо много в ней и так далее. Повышает железо в крови. Еще разные микроэлементы, это можно почитать все. И вот она мне задарила такой пакет, у меня было его много, я его так пользую, периодически, и нот у меня уменьшается. Очень знатная вещь. Прям реально. Можно, не знаю, на основе чабреца, но чабрец ароматный. Вот крапива, она все-таки аромата особого не имеет и поэтому кавказских трав чуть-чуть добавлю. Сок будет выделяться, специи будут намокать, отдавать. Все это, в общем, аромат, цвет и вкус. То есть, это просто вкусно и нереально полезно. Ну, потому что столько полезных всяких травок, муравок. Пора заворачивать. Вот что у нас получается. Понимаете, о чем я? Вот что у нас получается. Получается рулет из стекла ягненка. Тот самый великолепный, вкусный и ароматный. Честно признаться, я не умею завязывать его. Я сейчас буду учиться вместе со всеми остальными. Завязывать его правильно. Значит, я так понимаю, что нужно вначале сделать петлю вот тут. с краем. Вот так. Теперь нужно сделать вот так. Да. Опа. Провернуть. Поджать. Выбрать поближе и продеть вот сюда. То есть, как бы, теорию-то я вроде бы знаю, но так никогда сам не делал. Дальше делаем то же самое. Вот так. наискось идет, но мне кажется, это неплохо. Главное, чтобы цель была достигнута. Ну, просто нужно оттуда пойти, в другую сторону, да? Вот так. Это натягиваем, а это тоже натягиваем. Да, видишь, он оттуда-сюда, тогда он будет более-менее ровно. Ну, то есть, один раз петлю в одну сторону, а другую в другую. Подворачиваем в эту сторону, подтягиваем примерно так. Да, вроде бы, все у нас затянулось. Теперь нужно вот так сделать. Провести вдоль, завязать вот с этим кончиком. Вот смотрите, получилась вот такая вот мясная колбаса. Почти идеально мне удалось это все закрутить, но в зависимости там от ваших умений и способностей вы можете это сделать там гораздо эффективнее, чем я. Руки все в баранине. Сверху нужно посолить. Кладем швом вниз для того, чтобы вся масса придавливала этот шов и потом после охлаждения, после остывания он такой был прилипший. Ну, и во время прижаривания тоже он там, скажем, белки будут взаимодействовать. Для того, чтобы жир, который у нас будет вытапливаться, не пропадал, сюда нужно положить картофанчик. Картофанчик маленький для того, чтобы он хорошенько пропекся и для того, чтобы он впитывал жир от баранины. Понимаете, о чем я? Картошка будет в этом жиру жариться. Классно будет. Картошку посолим потом. Пусть она, в общем, запекается. А, чуть не забыл. Да, очень важный элемент, элемент, термометр. Я, значит, воткну в баранину термометр прямо вот сюда, ближе к центру. Вот так, наискосок. Раз. И выставлю температуру. Сейчас у нас 18 градусов температура внутри куска. Значит, нам нужно 70 градусов. Это у нас получается well done. Medium well. 65 градусов. Но мы сделаем так. Значит, 61 поставлю. Нет, 60 поставлю градусов. И как только она у меня дойдет до 60, я увеличу еще, прибавлю 5 и врублю максимальную температуру для того, чтобы сделать корочку. Пока она у меня будет стоять где-то на 120 градусах. и медленно прогреваться для того, чтобы сильно из нее там не выскакивал жир. Не жир, а вода. Чтобы из нее не выскакивала вода. На всякий случай, видите, я... О, там 130. Ну, значит, немножко приберу. Стоит внутренний термометр. Внешний термометр. Погнали. Вот, наблюдаем. 130 градусов, но температура сейчас упадет, потому что я открыл дверь. Ждем 60, потом поднимаем до 65 и врубаем максимальную температуру для образования корочки. Ну, в общем, температура уже 63 градуса. Я сейчас врубаю максимальную мощность. И вот, все, максимальную. Ну, разогреваться будет, наверное, минуты 3-4, но и минут 5, наверное, постоит. Заодно посмотрим, что у меня там происходит с температурой. Сейчас 130 градусов внутри духовки. Смотрите, какая красота у меня здесь. Жир вытапливается, картошка в жире томится. Можно ее немножко так вот поболтать, чтобы она там... Но, если уже мясо испеклось, вон видно, что картошка тоже мягкая вся. Да, она готова. Все, нужно теперь чуть колернуть. Ну, чтобы мы сняли пи-пи-ли-пи-ли-пи-ли-пи-ли-пи-ли-пи-ли-пи-ли-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Чуть не сорвался. Господа, 67 градусов. В итоге, я решил дать чуть больше температуры для того, чтобы не было никакого сомнений, что да-да-да, она готова. 67 градусов внутри куска. значит тут у нас почти 150 жир почти весь вытопился картошка вся у нас находится в бараньем жирки ой как красиво вот чуть не пролил 67 градусов красота какая получилась тут кипит жир температура у нас пока полежит вот так для того чтобы я хочу понаблюдать за тем как она будет увеличиваться вот в уходе отдыха 68 прошло буквально 4 минуты температура видите уже 60 уже 70 градусов уже на три градуса вот здесь при комнатной температуре она продолжает внутрь готовиться то есть 70 градусов это значит что у нас баранина уже well done well done значит для того чтобы все было вкуснее чем есть на самом деле у меня оказались в холодильнике листочки мяты мяток барани не шикарно идет не зря ближний восток любит мяту тархунчик немножко кавказская травка да и кинзулька вместе всеми любимая травка но которую почему-то русские люди мало едят и в регионах в особенности в сибири сколько не встречай все фу-фу кинза клопами воняет что это такое я всегда говорю не кинза клопами воняет а клопы воняют кинзой поэтому все это нужно вот так вот порубить в хламчик для того чтобы вот вот этот аромат пошел 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 и сюда мы добавляем мелкий кубик красного лука вот так вот весь не буду добавлять сохраню для картофана и сюда же добавляем правильно томат кусочками сюда добавляю томат да это почти что гарнир барани не зелень овощи и лук все на булочке с кунжутом вот так и это барани бог вернее седло значит картофан уже готовы я выкладываю в мисочку пока он горячий а за это время баранина у нас приходит в себя видите белок начал выходить сворачиваться миоглобин в мусор мусор так картошки больше нет сюда и теперь добавляю соль и перец я жду сейчас кто-нибудь как обязательно комент напишет и все перепутал конечно и все перепутал значит теперь нужно этот картофан вот так вот помять просто одно нажатие для того чтобы лопнула каждая картошина понимаете о чем я это не толченка мы ее просто поломаем и все картошка должна пропитаться внутри всеми вкусностями а вот и вкусности подоспели ты просто теперь все это нужно смешать но не взбалтывать от теплой картошки начинает выделяться нагреваться вернее эфирные масла мяты тархуна лука все это превращается я бы конечно полил оттуда бы жирком но мы знаем что этого делать нельзя почему да потому что у нас все это обволокется потом будешь есть бараний жир будет повсюду на губах этого допустить мы не можем поэтому сюда либо лимонный сок либо немножко оливкового масла ну или растительного любого ни в коем случае не кунжутного немножко оливкового добавлю и каплю лимона соль там у нас было все остальное у нас превратилось в теплый картофельный салат кстати можно это делать вообще прямо на большое количество людей и томаты резать крупно и лук резать как попало главное побольше зелени знаете какая-то вкуснота кто-то добавит еще может быть и зиры туда но я этого дела точно не буду потому что можно и без рыбра жить так что у нас здесь 72 прикиньте 72 опа сачок сачок никуда не бежим не бежим да он конечно еще продолжает выделяться сок температура 72 градуса внутри там прям well done мода пока well done шкурка хрустит это все прям видите вот как раз о чем я вначале говорил ну вот и пришла пора нам узнать что уже внутри корочка у нас хрустящая вся шуршит об теперь огромный при огромный нож а давайте вот этот слайсер ой какое чудо ой какое чудо у нас получается вот она новогоднее счастье конечно ему бы хорошо дать остыть а потом его слегка прогреть и нарезать но вообще-то честно признаться можно так не делать можно сразу его резать и отправлять на тарелку аромат потрясающий уверен вкус просто бомбический самое главное что это принесет пользу вашему новогоднему столу разрез просто песня просто песня разрез видите это спинка это вот две вырезки это кантик значит единственное что я заметил тут зависимости от толщины жира опоясывающего баранину значит нужно примерно поглядывать вот верхушка видите хрустящая вытопилось все бака немножко есть вот тут поэтому может быть не дожидаясь температуры в 63 градуса может быть уже надо давать ему шоковую температуру сильную уже при 56 чтобы поднятие на 10 градусов сопровождалась вот этим выгоранием жира вытапливанием жира тогда у вас получится тоненькая корочка ну и соответственно все также останется но в нашем случае вэлдан потому что 72 градуса было достигнуто это уже прям предел но я знаю что вы любите мясо коричневая выжаренная кто любит поменьше не те берут температуру 66 67 градусов теплый картофельный салат я выкладываю рядом вот так вот все мелочевку сверху зеленушку с помидоркой и все в таком виде подаем без всяких там лишних дополнительных вещей потому что все новое дело дома не будете никакой землю из оливок никто не будет держать пудру из моркови или свеклы вот пожалуйста ставьте на стол радуйте своих гостей а пробовать конечно же надо руками баранина несмотря на волдан очень мягкая а с картофаном в котором присутствует мята которая баранину как бы нивелирует делаю вкусный томат любимая картошка все вместе шик блеск как говорится труляля не забывайте писать комменты у кого получится обязательно пишите как у вас получилось как вы достигли вкуса и специи использовали кому понравился рецепт ставим лайки делаем перепосты я вас от души поздравляю с наступающим новым годом и желаю чтобы на вашем столе всегда был урок изобилия вот до встречи рецепты еще будут всякие разные интересные в том числе и новогодние